Спокойный отдых на природе для родителей и игровая площадка с палеонтологическими арт-объектами для их детей. Игровой экопарк в Смольном, расположенный вблизи визит-центра, начал работу в мае 2001 года. Однако уже претендует на звание одного из самых востребованных для семейного времяпровождения места в республике. Весной и летом его ежемесячно посещает свыше 2500 человек. С вводом в эксплуатацию визит-центра эта цифра увеличится. Оба объекта созданы с привлечением средств национального проекта «Экология». Визитная карточка здешних мест, разнообразие флоры и фауны, хвойный лес. Эти мотивы отражены в дизайне территории. Экопарк получил свое название не просто так. Все объекты, местные инфраструктуры, выполнены из природных материалов. А при разработке концепции акцент сделан на идентичность территории и особенности ландшафта. В ходе визита Артема Сдунова в парк ему показали интерактивный выставочный зал «Птицы и люди», учебный класс для детей, комнату для переговоров, библиотеку, посвященную природоохранным территориям России, сувенирную лавку, чайную на 40 мест, а также конференц-зал со сценой, современным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием, рассчитанной на 150 мест. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии подчеркнул, все возможности для комфортного и интересного пребывания на природе уже созданы. Осталось разработать интересные туры как для жителей республики, так и для гостей Мордовии. И до мелочей продумать логистику. Турми в заповедную Мордовию планируют охватить территорию Чалковского, больше Игнатовского районов, республики и больше Болдинского района Нижегородской области. В этот же день временно исполняющий обязанности главы Мордовии провел совещание по развитию туризма в республике. Руководитель региона подчеркнул, пока еще отрасль развивается слабо и необходимо оказывать всяческое содействие бизнесу, который занимается этим направлением. Все, что касается туризма, все давно далеко ушло вперед. Я предлагаю на примере этого места, других наших достопримечательностей, все-таки конкретный план мероприятий расписать на год, привести инфраструктуру в порядок. Не везде должно участвовать государство, и нет такой необходимости. Бизнес сам рвется. На свещании также было обозначено, что органы местного самоуправления должны активно включиться в развитие туризма. Мы предлагаем муниципалитетам составить туристические маршруты, а также перечень всех мероприятий и объектов, которые имеются в рамках района. Потому что в настоящий момент это все не систематизировано, и туристы, которые приезжают в муниципалитеты, сталкиваются со сложностями в ознакомлении и, соответственно, просто в прогулках по каким-то интересным мероприятиям. В ходе совещания в том числе были обсуждены вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия по развитию туристской отрасли республики.